Всем привет, с вами Ксенон, и я решил сделать 5 ремиксов на один и тот же трек. Ладно, шутки шутками, а мне стало интересно, смогу ли я сделать 5 ремиксов на одну и ту же песню и не поехать кукухой. Хотя кукухой я поехал уже давно, так что я думаю, у меня проблем с этим не возникнет. Под удар в этом эксперименте у нас попадает трек с Laomarrow TikTok Challenge. Вы спросите, почему именно этот трек? Все просто. Этот трек простой по структуре, у него простой текст, он короткий и он идеально ложится под любой жанр. Ну, по крайней мере, я так думаю. А еще этот трек не просто так называется TikTok Challenge, он предназначен для TikTok, а значит с ремиксами на этот трек я могу попробовать хайпануть в TikTok, потому что TikTok это сейчас развивающаяся такая набирающая обороты платформа, на которую как бы стоит обратить внимание. Ну и короче, я вот сейчас буду делать на компьютере биты и вот телефоном вот так вот вертикально снимать, как я делаю биты и заливать это в TikTok. Так, первый ремикс, который я решил сделать, это Клуб Ремикс, вот он, обложечка есть. Давайте как бы посмотрим TikTok, который я снял и ремикс, который я сделал, послушаем. Я могу хлопать вау, вот так вау! Надо тоже поучаствовать в этом челлендже, но немножечко усложнить его. Закидываем песню в RX-7, оставляем у трека только голос, остальное все сносим, а потом все это сохраняем, залетаем в FL-студио и начинаем творить историю. Я написал очень сложную драм-партию. Затем я взял браз. Вот такую хренотень. Пианино. И вот как это звучит вместе. Осталось прописать танцевальный бас и трек готов. Ребят, этот ремикс, это первый уровень сложности, будет еще 4 ремикса, так что подписываемся, ставим лайки и завтра ждем следующий TikTok. А пока слушаем, что у нас получилось. Ремикс номер 2, это вот рейв-ремикс, рейв-рейв. И это самое TikTok в студию. Пора намутить еще один ремикс на трек с лау-меру. У нас был трек 123 удара в минуту, а теперь будет 170. Ну, по традиции надо написать гиперсложную драм-партию. Зацените, какой синт подобрал. Добавим дешевого пианино для атмосферки. Бас. Надо перед дропом поставить эпичный звук. Так, трек готов, но пофлексить я попрошу своего друга. Мне ли... я устал. Алло. Мне нужен профессиональный TikTok под трек. Сейчас сделаю. Секундочку, как у меня тут. Звук хватит, я почему-то. Так, третий ремикс у нас значится. Это трэп-ремикс. И это самое, как бы, TikTok с трэп-ремиксом. Я могу вот так. Трэп-ремикс. Нарезаем голос славы и играемся с питчем. Я могу лопать, дай, 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 дай. Нужно написать трэповую драм-партию. Кик. Снейр. Хай-хетик. Опен-хет. Еще один снейр, но покороче. Возьмем жесткий браз. Ков-белл. И напишем такую вот мелодию. Нам нужен очень мясной бас. Добавим звуки оружия, крики. Ко всему этому подмешаем еще звук из оригинала. Наш мясо готово, прошу к столу. Я могу... Так, ремикс четвертый. Это... Шансон. Ну, мне уже стало скучновато на четвертом ремиксе. И мне подписчики предложили сделать шансон-ремикс. И я такой, я никогда не писал шансон. Надо попробовать. Так что... Что-то оно звучит, но вообще не по-нашему. Давайте напишем свой нормальный ремикс. Услышал такую драмку и сразу в пляс. Ну? Культуру надо нашу уважать. Инструменты должны быть русские и народные. Аккордеон, само собой. И гитарка-басуха. Мелодия нужна нормальная. Я нашел у Славы фразы пацанские, реально. За базар он отвечает, ставим их в трек. Выйди, пожалуйста. Ну, вроде все. Выйди, пожалуйста. Разговорчик есть к тебе. Ну и последним ремиксом я решил поставить как бы на этом всем точку. Делать что-то эпичное такое вот. И поэтому это у нас рок. Что ж, ребят. Это заключительный ремикс на трек Слава Мерло. Наконец-то. Надо сделать что-то эпичное. Первым делом драмка. Нарезаем голос Славы и добавляем эхо. Сегодня мы используем рок-гитару. Добавим немножко оркестра. Накинем простенькую мелодию на пианино. Бас очень сложный. Что ж, последний ремикс готов, ребята. Давайте его слушать. Я могу... Что ж, ну я сделал 5 ремиксов, я молодец Ставьте лайки, все дела, как бы, все, да Ну и как вы могли догадаться, я все эти короткие видосы загрузил в ТикТок И давайте посмотрим, какие плоды мне принесла эта платформа, в конце концов Это же все-таки у нас двойной эксперимент, да? Итак, я зашел в ТикТок, и, внимание, сколько, вы думаете, набрал видос с первым ремиксом в ТикТоке? Да вы не угадаете все равно, 473 тысячи просмотров Ну, в общем-то, я ухожу с Ютуба, я теперь звезда ТикТока Как бы, ну, отписывайтесь, ставьте дизлайки, всем пока Ладно, на самом деле, мне просто повезло И не знаю, каким образом рекомендации меня так раскрутили Вот, потому что следующие ремиксы набирали, ну, вот, сколько? 9155 просмотров, 10,8 тысяч, 10,6 Потому что, наверное, делать ремиксы на один и тот же трек Это, ну, как бы, читерство Вся эта движуха мне принесла свыше 14 тысяч подписчиков Ну, а если мы берем, допустим, мои другие соцсети То вот в группе ВКонтакте у меня стало 969 подписчиков Неделю назад, то есть, когда я еще не пилил ТикТоки вот эти с ремиксами У меня было 250, что-то где-то вот так человек Я, как бы, указал ссылку на ВКонтакте в ТикТоке И люди стали переходить и подписываться Собственно, эти ремиксы находятся у меня сейчас в группе Вау, как бы неудивительно, что люди после просмотра видосов про ремиксы Захотели послушать ремиксы Так, 5 ремиксов я сделал В ТикТоке я подписчиков получил Ну, я думаю, на этом можно, как бы, завершать видос Хорош уже трындец Трындец Трындеть Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на ТикТок Ссылочки в описании Слушайте ремиксы Слушайте мои треки Там все в описании есть С вами был Ксенон Аревидерчи Адьос Амигас Чао Какао Чао Кофе Все, давайте Я поехал Все Ту-ту Субтитры сделал DimaTorzok